Надо сказать, что развитие, вот именно ногаеведение и вот издание истории Ногайской Орды вызвали неоднократное обращение ко мне со стороны, как ни странно, казахстанских коллег, казахстанских историков с просьбой написать историю казахского ханства. Вот в таком же ключе. Ну, естественно, я отказался. Ну, во-первых, о раннем периоде казахского ханства очень мало сведений по сравнению с Ногайской историей, а во-вторых, я все-таки, извините, работаю в Институте Российской Истории. Это ведь работа на много лет. Кто мне позволит ей заниматься в таком институте? Мурат сказал, что я занимаю должность руководителя Центра Истории Народов России и Межэтнических Отношений. То есть ясно, что многими другими проблемами приходится заниматься и Кавказом, и Сибирью, и сейчас вот историю Югры, то есть Северо-Западной Сибири включились в многотомную. Но Ногайская тема не отпускает. И вот я сейчас скажу, чем я занимаюсь в этом отношении вот в данный момент. С одним из наших молодых сотрудников мы решили издать арабо-письменные Ногайские грамоты, которые сохранились в архивах. Их около семи десятков. Некоторые переведены на русский язык, соответствующим качествам требуется корректировка. Некоторые еще нужно переводить с турки, потому что переводы русские не сохранились. Это тоже очень ценный источник. И насчет терминологии, титулатуры и так далее. Вот это будет интересно посмотреть. Есть еще одна проблема, которая вот всплыла при изучении этих Ногайских оригиналов. И тут, как ни странно, мостик в современность вперед. Дело в том, что вам, наверное, известно, что некоторые активные казахстанские историки продвигают идею о том, что Ногайцы – это часть большого татарского народа. Значит, ну, это, в общем-то, великая идея сплочения или даже создания единой татарской нации. Кстати, с этой идеей они, обращаясь, пробовали делать десанты в Казахстане. Ну, у казахов перефразировать поэту собственная гордость. Они не хотят родиться с татарами. Они считают, что их собственная история не хуже. Но Ногайцев покоя не оставляют. То и дело, и в историографии, и в публицистике появляются идеи о том, что это, в общем-то, разделенный народ, что население Ногайской орды и Крымского ханства, и Казанского – это было в прошлом единый этнос. Потом уже история разбросала их по разным там национальным квартирам и так далее. Аргументы какие? Вот Бея Смаил писал Цельву, что, дескать, если вам татары нужны, это в завоеванной Астрахани, мы, татар, добудем. Второй аргумент, и всего-то два. Бея Русс писал, это сын Смаила, тоже Цельву Федору, что у нас в татарах говорят так, и пословица идет. Ну, вот же говорят, смотрите, сами Ногайцы называют себя татарами. Так вот, когда вот мы смотрим эти Ногайские оригиналы, действительно, русских переводов говорят, мы татары, там татарские мурзы и так далее. В оригиналах слова «татар» нет. Это русские переводчики добавляли, чтобы вот читающим эту грамму было понятно. Ну, то есть они приближали лексику своих переводов к пониманию людей того времени. Так что для, в общем, патаризации Ногайцев, просто объективных оснований нет. Я сейчас не буду дойти восстанавливаться, это очень большой материал, там и крымский есть, материал для возражений и так далее. Если не помешает эпидемия, на будущем форуме Ногайска в Черкесске я выступлю с подробным обоснованием этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!